Молодые семьи получат возможность взять ипотеку со сниженной ставкой. В рамках госпрограммы по обеспечению доступным жильем граждан страны в Саратовской области реализуется проект «Жилье для российской семьи». Согласно ему, в течение двух с половиной лет планируют построить свыше 150 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Сколько будут стоить такие квартиры и кто сможет принять участие в программе, выяснила наша съемочная группа. Кризис не станет помехой для тех, кто хочет купить собственную квартиру. По крайней мере, так уверяют чиновники. В рамках программы «Жилье для российской семьи» владельцами собственных квадратных метров смогут стать тысячи жителей Саратовской области. До середины 2017 года планируют построить свыше 150 тысяч квадратных метров жилья для семей. Участниками программы могут стать те, кому не хватает средств на покупку квартиры. В первую очередь, конечно, наши семьи, где двое и более ребенка, имеют материнский капитал. Это различные участники социальных ипотек государственных, которые не могут купить на рынке, нет достаточных условий сразу на рынке купить жилье. Для них это программа, чтобы они воспользовались своими какими-то ресурсами, могли получить социальный кредит и поучаствовали в этой программе. Уже есть первый участок для строительства в микрорайоне «Солнечный-2». Сейчас главный предмет обсуждения – условия, на которых будут возводиться дома. Чиновники рассчитывают, что квадратный метр будет стоить не дороже 30 тысяч рублей. Его могут сократить еще на 4 тысячи за счет господдержки. Ведь государство не только выделит участки для строительства, но и компенсирует застройщику подключение коммуникаций. Кроме того, чтобы привлечь специалистов, снизили требования к минимальной площади жилья эконом-класса, которые нужно построить на предоставляемых участках. Эти изменения, которые произошли на уровне федерации и были отражены в нашем региональном законодательстве, в части снижения требований к минимальной площади эконом-класса, которые необходимо построить в семейном участке, раньше это было 25, это привлекло застройщику. Под вопросом пока процентная ставка, которую будут назначать при оформлении ипотеки по этой программе. Она, безусловно, должна быть ниже существующей. Специалисты надеются, что ее удастся установить в районе 10%. Оформить ипотеку можно будет в одном из пяти банков, которые участвуют в программе. Но кредитные организации пока не готовы подписаться под низкой ставкой, тем более, когда нет залога. Залогов у нас нет, поэтому я не могу со стопроцентной гарантией утверждать, что без залога мы пойдем на кредитование. У нас есть огромное желание, есть огромный опыт продолжать и увеличивать наше финансирование строительной отрасли. Первые дома в рамках госпрограммы будут возведены в Саратове, Энгельсе и Балакова. Сейчас предстоит не только определиться с кредитными механизмами, но и сформировать полный реестр тех, кто сможет участвовать в программе. Времени остается немного. Уже в этом году нужно приступить к первому этапу строительства. Елена Губенкова, Евгений Шеиченко, РЕН-ТВ, Саратов.